За 45 лет Белгородский ГАУ имени Василия Яковлевича Горина прошёл долгий путь от областной сельскохозяйственной опытной станции до статусного вуза с особой миссией. Воспитывать высококвалифицированных аграриев и развивать сектор АПК региона. В юбилей вместе с партнёрами торжественно открыли новый образовательный центр для будущих агрономов. Бизнес становится сложнее, нужны новые цифровые технологии, делаем ставку как раз на молодёжь. Ещё есть образовательная программа, которую мы вместе запустили и уже провели первый набор по этой программе в этом году агрономов по направлению цифровая агрономия. А при поддержке Белгородского регионального филиала Россельхозбанка в ВОЗе появился современный лекционный класс с мультимедийным оборудованием, который станет местом притяжения молодых учёных. Мы как банк поддерживаем одарённых студентов, одарённых аспирантов. И в этом году впервые в рамках программы было выделено два гранта, каждый по одному миллиону рублей для молодых научных сотрудников университета. Как раз, чтобы они могли в соответствующих компетенциях делать исследования и поднимать нашу науку. Площадка агротехнопарка. Здесь новый класс, оснащённый VR-тренажёром. С его помощью будут осваивать устройства сельхозтехники. А в инжиниринговом центре «Линия Горизонта» Петербургский тракторный завод и компания «Бизнес Гарант» открыли две аудитории, в том числе практическую. В ней, к примеру, представлены комплектующие трактора, чтобы студенты могли детально изучить, из чего состоит машина. В процессе обучения студенты могут ознакомливаться с конструктивом тракторов, отличием моделей друг от друга, возможностями, как системы работают, как правильно эти системы эксплуатировать, обслуживать, чтобы техника работала безотказно и выполняла свои задачи. Что нужно делать механизатор, что нужно делать инженер. Открыли и теоретический класс, где будут изучать материалы по документации техники и особенности её эксплуатации. Специалисты уверены, благодаря таким аудиториям уровень знаний механиков сервисных служб агропредприятий определённо повысится. Я искренне надеюсь, что все замыслы и все смыслы, которые мы вкладываем в это, что они в итоге дадут свои плоды. И, конечно, нам будет приятно, если однажды руководитель какого-то аграрного предприятия в Белгородской области с оглядкой вспомнит, как он учился, как он наблюдал за развитием машины и потихоньку пропитывался любовью, патриотизмом, и мы вместе шли вперёд. Юбилей вуза продолжили заседанием учёного совета в концертном зале Майского районного дворца культуры. Это возможность поблагодарить сотрудников, аспирантов и студентов за их труд и, конечно, обозначить планы на будущее. В частности, развивать агрогруппы. В 20 детских садах и 45 школах области уже внедряют АЗ Аграрного дела. Я благодарен нашим партнёрам, которые через образовательные центры, открытые в вузе, дают возможность получать сквозной образовательный контент для школ и детских садов. Именно вместе, только всем миром, мы с вами сможем выполнить главную миссию, которую мы перед собой поставили. Это сохранить молодёжь Белгородской области на территории области, упрочить её. В праздничный день также почтили память нашего выдающегося земляка Василия Яковлевича Горина, чьё имя носит учебное заведение. Алена Хлудеева, Павел Емелин. Программа «Такой день» на Мире Белогорья. Павел Емелин. Продолжение следует... Продолжение следует...